Вы слушаетесь и смотрите телерадиоканал Страна ФМ, Машнова. Майк Войс, друзья, да, каждый будний день мы вас радуем и своим присутствием, ну и, конечно же, присутствием какого-нибудь классного, интереснейшего и, самое главное, веселого гостя. Так вот, друзья, сегодня наша студия тоже не будет пустовать, потому что сегодня к нам пришла очаровательная... Ой, извините, у нас же Миша все время. Вот что мужиков она... Давай, давай, все, девушек у нас всегда объявляет Майк Войс, поэтому все, внимание, давай. Екатерина Роктва, актриса сегодня с нами. Екатерина, я помогу, с этой верю, я же ее и закрою. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тебя очень рады видеть. Проходи в нашу студию, располагайся, чувствуй сегодня здесь себя как дома. Этот пятничный вечер, спасибо, что ты отложила все дела. Сегодня же ночь распродаж, друзья. Сегодня черная пятница, но несмотря ни на что мы все собрались здесь. Как дела, как настроение? Отличное настроение, отличные дела, да, несмотря на черную пятницу, но время еще есть у нас, да, до 12. Да, но у тебя сегодня по плану не шоппинг, насколько я знаю, после эфира у тебя. У меня плана еще поработать, у меня после эфира еще пробы. Завтра у меня спектакль, поэтому я живу немножко не такой жизнью, не по графику. А вот мне интересно. Мне тоже интересно, что за спектакль, рассказывай, где тебя можно увидеть, давай наших зрителей, слушателей, всех пригласим. Спектакль у меня будет завтра в Театре Луны. Спектакль называется «Королева, уничтожь меня завтра». Это исторический боевик. Да, у нас очень красивые исторические костюмы, сцен бои, настоящее оружие, мечи, очень много танцев. Но он такой очень зрелищный, я думаю, что он будет очень интересен именно молодому поколению, потому что он похож на «Игру престолов». «Игра престолов», то есть очень красивую. Сейчас все такие, о, услышали знакомое слово «Игра престолов», где, что, когда, когда. На завтра билета уже нет. Все, солд-аут? Все, солд-аут, да. Вот это да. У нас идут пока премьерные спектакли, первые 10 спектаклей считаются премьерными, и у нас завтра четвертый или пятый спектакль. А уже все продано, слушай, это хороший знак, да. А цена на премьерный и не на премьерный спектакль отличается? Я не могу. Я не занимаюсь продажей. А Миша всегда задает такие странные вопросы. Нет, мне даже платят за это. Я просто думал, переждать или нет, понимаешь? Ну, ты нашел, конечно, у кого спрашивают. Ты бы продюсера сюда пригласил этого спектакля и узнал у него насчет стоимости, правильно? А у Екатерины мы будем спрашивать насчет роли. Подожди, ты говоришь, что там драки и так далее, постановочные бои. Не хочешь ли ты сказать, что тебя там бьют? Драки, кровь, интриги. Или ты бьешь всем пощечину? Вы знаете, вот скажу вам честно, после второго акта я выхожу с разбитыми коленями, конечно, потому что у нас поддержки и мы... Плохо работают, ты хочешь сказать? И поэтому ты сегодня в подфортах. Бои босиком, бои сегодня в сапогах, да, потому что завтра мои ноги ждет такая серьезная работа. Катя, у нас из вечной с Машей спор вот как раз два подхода, понимаешь? То есть Маше сразу интересно, вот а что в спектакле, там драки. Вот видишь, а если бы я вот, ты сказала про продюсера, а если бы я пришел бы здесь, про спектакль рассказал... У нас 16 плюс. Вот. Вы понимаете, да? Мама, оставим дома. Маша, я бы с первой, что знаешь, что спросил? Не про что спектакль, а по чем будем продавать билеты, понимаешь, то есть у продюсера, по чем? Ну слушай, не о том ты спрашиваешь, Миша. Нет, давайте лучше поговорим о творчестве. Ну реально, это безумно интересно. И я знаю, что Катя сегодня к нам пришла не просто так, потому что у нас есть инфоповод, очень важный, о котором мы сегодня будем говорить подробно. Во вторник у нас премьера фильма «Проводник». Это не просто фильм, подожди. А с 29 числа он выходит в прокат. Подожди, надо вообще в принципе всем рассказать, что это за фильм, потому что, друзья, это не какая-нибудь там мелодрама, где один молодой человек берет за руку другую и проводит ее во всему миру любви. Это реалити-экшн про поездку из Москвы в Владивосток. И там сидит этот самый проводник. Сейчас нам Катя во всех красках расскажет об этом фильме. Нет, нет, нет. У меня какой-то такой странный начался творческий период. У меня либо боевики, либо триллеры. Это ужастик. Это фильм ужасов. Я про это и рассказал. На Москве Владивосток проводник плоскат. У нас что в спектакле кровь, что в фильме у нас тоже он будет достаточно такой серьезный, страшный. Мистик, это же мистический триллер, да? Мистический триллер. Подожди, какие там помимо тебя? Понятно, что ты одна из главных героинь. Кто еще с тобой разделял съемочную площадку? Александр Робок, Яглыч. Ну, хорошие у нас. Друзья, ну известные фамилии. Это все маститые люди. Скажи, часто ли ты пересекаешься с ними в работе? Или же в таких проектах, ну, достаточно редкое скопление сразу же таких мощных звезд? Да нет, бывает. Бывает. Могу себе позволить. Ну, частенько, значит, да? Частенько, да. Подожди, а какая-то конкуренция. Мне вот этот дальше уже интересует. Какая-то конкуренция на съемочной площадке. Между девчонками вообще существует? Между девчонками есть конкуренция. У меня был удивительный просто случай. Это было где-то, наверное, ну, я не буду называть проект. Стой! Вот сейчас, не называя проект. Запомним, запомним вопрос, запомним проект. Реклама и продолжим. Хорошо. Погнали. Страна ФМ. И мы продолжаем. Маш, новая Майк Войс. Да, мы, кстати, с вами затронули. Кстати, проводник, это не проводник в поезде. Нет. Так, а кто это проводник? Все поняли, что я тогда неудачно пошутил. Окей, на это потребовалась песня. Нет, подожди, но вдруг кто-то сейчас въедет и думает, что это, что это генеральный спонсор этого феида? ФПК, первая, первая, да. И там кого-то зарезали. Представляете, ужас. Катя, если ты... Это мечты. Это продолжение разговора. Давай остановимся на том вопросе, который мы, собственно, задали в прошлом выходе. Интересно мне было узнать. Давай-ка. На съемочной площадке огромное количество звезд, все красотки, блондинки и так далее. И не только, друзья. Но вот какая-то конкуренция все-таки между девчонками существует. И вот ты вспомнил какую-то историю. Существует. Так. Как это проявляется? У меня была ситуация, когда героиня, главной героиней, и фильм назывался вообще, у нее была заглавная роль. Были в кадре вместе, она подошла к гримерам и говорит, я не буду с ней сниматься, можно ей вот это вот все стереть? Мне стерли грим, заплели мне косичку. Подожди, это вот в этом фильме? Нет, не в этом. А, в другом, не с Бортич. В этом фильме с Бортич у нас были прекрасные взаимоотношения, мы делили вагончик, и у нас как раз съемки были в октябре-ноябре, а я всегда была в шортах. И я в этих шортах пережила и снег, и дождь. И когда я приходила на костюм, у меня ждали мои четыре пары колготок. Вот, да. Могу себе позволить вот четыре пары колготок. А все, подожди, а ты не был в тот момент, когда мы в гримерке обсуждали. Я говорю, Катерина, вообще часто занимаешься спортом? Она говорит, да, каждый день. Правильно? Нет, не каждый. Ну, практически. Ладно, только побудем, да. То есть мы на работу, Катя на спорт. Расскажи о своем графике, то есть тебе надо все время держать себя в форме. Это твое личное желание или так надо для профессии? Если у меня завтра будет спектакль, я все равно с утра пойду побегаю, обязательно потянусь и сделаю какую-то дыхательную практику. Потому что если я не пробегу свои 10 километров и приду на спектакль, я переиграю. Да. Вот, мне нужно немножко освободиться от своей вот этой вот избыточной энергии. Ну, в общем-то, меня хватает и на спорт, и на работу. Ну, потому что бассейн входит в этот список, не знаю, там сауна. Или достаточно просто кардио, там несколько силовых каких-то упражнений и так далее. Нет, в бассейн я не хожу, я плохо плаваю, я плаваю как сосиска. Вот. Я за 30 минут 4 раза утону, поэтому я в бассейн не хожу. То есть тебе сцены, там, где нужно плыть, не знаю, переплывать какой-то рекой к стриму, Вот это тебе не предлагают. Такого не больше. Я нырялась в жизни два раза и то на спор за деньги. Какой смысл? Подожди, какая была сумма, мне интересно. Сумма была небольшая, это было больше как-то на каком-то азарте построен спор. Но я даже не ныряю. Как-то вот с водой, я и вода. Я правильно сейчас, я просто немножечко рушусь в мой мир. Я правильно понимаю, что ты погружалась под воду полностью, что полностью корпус уходил под воду с головой? Ну, может быть, это два раза в жизни. Два раза в жизни, да. Ну, может, больше, но как бы сознательно я этого не сделаю. И когда меня приглашают заняться, я жила в Калифорнии, какое-то время мне говорят, серфинг, серфинг. Я говорю, нет, нет, не серфинг. Я хотел бы... А вот о Калифорнии давайте поговорим. Секундочку, и сейчас главное не заградить этот момент. Я хотел бы обратиться к сотрудникам и принимающим решения лицам театра «Луна». Вот если все-таки реквизиторы, опять же, не справляются, если вот что-то, какой-то труд физически нужен, то зачем попусу вот отправлять Катю куда-то далеко, если она может тут же перед спектаклем, чтобы не все во благо искусства, чтобы не переиграть, пожалуйста, вот ящики, реквизит, перетащить, и в театре будет еще лучше. И заодно и позанималась, правильно? Да, и заодно поднялась. И всем заодно хорошо. Вот ты затронула сейчас интересную тему «Калифорния», а я прочитала, что в Лос-Анджелесе ты окончила студию «Иваны Чабок». Это же безумно интересно. Расскажи вообще об «Иване Чабок» для тех, кто, может быть, вообще впервые слышит это. Да, вот для меня, допустим. Ну, я в Лос-Анджелесе училась не только в этой школе, я каждый год посвящаю этому какое-то время, в этом году не получилось, и с нашим курсом доллара вообще, я думаю, что придет мне еще. Давай вообще перейти про «Иваны Чабок». То есть она воспитала и вообще взрастила огромное количество американских топовых актеров. Да, но у меня за плечами уже был театральный институт, и я приехала туда уже чувствуя себя артисткой. Щука. Щука, правильно? Мы сразу такие маленькие уточнили. Да, и я училась не только у нее. А чем различается, ну, как бы, именно подход в Щуке по Станиславскому, правильно, учат? По Станиславскому, все это да. А у «Иваны Чабок»? По Станиславскому. Хорошо, а в чем тогда разница? Почему после «Иваны Чабок» люди очень востребованы везде, во всем мире? Я объясню тебе. Хочешь, отвечу за 5? Подожди, пожалуйста, а у нас после Щуки... Я хочу. Ну, не все, скажем так, мягко, да, сразу же снимаются в Голливуде. Так вот, в чем же разница? Что она такого дает, чего нет, не знаю. А потому что, наверное, Чабок в Голливуде? И потому что, вот, как бы, если есть титул сразу в Голливуд, туда, где Чабок. Вот где Чабок, там успех. Нет, а реально ли отучиться у Чабок, вернуться к нам и покорить вообще Россию? Нужно ли, понимаешь, с другой стороны? Да, прям, мне интересны твои мнения, мне интересны Катерины мнения, она там училась, ты не учился. Катя? Так, реально. Спасибо. Отлично. Толгая была подводка, ну, правда, чем отличаются школы, что нового тебе это дало в актерской технике? Здесь мы получаем больше театральное образование, там это киноактер, то есть работа на камере, более тонкая игра и, ну, больше построена на твоих психологических проблемах, то есть когда-то тебя выпороли ремнем. Ты должна это запомнить. Вот тебе, тебе, ну, ты должен это запомнить, и когда у тебя есть там похожая сцена, ты вспоминаешь, а как, когда меня пороли ремнем, я чувствовала себя. Как это сложно, мамочки. Есть такое понятие, как эмоциональное письмо, когда ты начинаешь писать письмо, не отрываешь ручку ни в коем случае, и в конце ты обязательно заплатишь. Вот. То есть такая долгая связь, друзья. А вы еще говорите, что актерская профессия очень простая. Я чувствую, что слезы, слезы отналиваются, дайте оплакаться нам. Да это же тяжелый ежедневный труд. Сейчас вернемся, дайте поплакать. Да, скоро продолжим. Страна ФМ Опять начинаются вот эти вот карты, опять вот эти какие-то шельмования в руках Маши Новой, я сразу же готовлю свой заготовленный ответ масло-масляное. Денег, Маша, нет. Что ты от нас сказал? А мне ничего от тебя не надо, кроме смеха, шуток, юморесок. Ладно я, но вот Катя Роктова, за что ей это? Вот что ты хочешь? Итак, друзья, у нас с вами сколько времени? Восемнадцать тридцать уже в столице, а это значит, что самое время немножечко поиграть с нашим гостем. Катя Роктова сегодня у нас в гостях, талантливая актриса, разноплановая и так далее, правильно? Все, ничего не упустила. Подержать, давай подержу. Очень простое. Здесь у нас есть карточки, на них написаны разные слова. Мы сейчас с Майком Войсом будем параллельно, вместе, синхронно рассказывать, точнее объяснять тебе эти слова. И ты должна синхронно, вместе, параллельно. У нас в институте на первом курсе было такое задание. Представляешь? Я просто знала, да, эту программу, твою актерский тренинг. Смотри, ты должна максимально быть сейчас во внимании, сконцентрирована и попытаться разобрать и мою речь, и речь Майка Войса, и мое слово угадать, и речь Майка. Давай попробуем на все. Кать, так-то невозможно это сделать, когда вдвоем так вообще. Смотри, на все про все у нас есть 30 секунд. Как только угадала первое слово, мы переходим сразу же к следующему. Ну, нет. Оба скидываем. Если мое слово угадало, я скидываю следующую. Да, если не угадала. Готовы? Итак, время пошло. Три, два, один. Так, значит, его испекают на Новый год. Отлично, спасибо. И он со свечками. И молодой человек задувает, загадывает желание. Молодец. Входишь в дверь, а выпрыгиваешь. Смотри, там много разных... Спасибо. Вижу, ну надо быстрее, что так медленно? Давай, поехали. Итак, в нем плавают, он может быть квадратный, может быть крупные, круглые формы. Нет, 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 если волосы были, что там? Там плавают такие маленькие рыбки. Они могут быть крупные, могут быть... Ты их кормишь каждый день. Ты кормишь каждый день, меняешь доходу. Молодец. Смотри, она может быть в разной формате. Отлично. Стоп. Закончили. Тридцать секунд уже, Катя. Молодец. У меня два. У тебя? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Семь слов. Браво. Аплодисменты, Катя. Ты будешь отыгрываться или нет? Но мы продолжаем, мы продолжаем. А мы меняем пары. Ну, конечно. Теперь кто с кем будет? Давайте вы с Майком Войсом против меня. Легко. Хотите? Легко. Легко. Все, иди тогда, Катя, давай. Так будет лучше. Так, и... На, на тебе и карточки, Катя. Ну что, готовы, друзья? Три, два, один. Только синхронно, параллельно. Поехали. Лью на себя что? Русское чаепитие, большой чайник. Русский чайник. Миша, животное какое? Подожди, вы должны говорить параллельно, вместе. Поехали. Животное, Миша, какое животное? Поднимает человека на этаж, не поездница. Ну, конечно. Что, нажимаешь кнопку, он поднимает тебя на этаж. Ага, отлично. Керзовый, керзовый. Сапог. Отлично. Спасает от... А я лежу дома, я лежу перед телевизором, на чем лежу? Когда начинается осень, мы берем с собой, выходя на улицу. Я лежу перед телевизором. Выходя на улицу, когда как будет снег. На кушетке, на кровати. Это... Аааа, почему так время быстро выжило? На диване? Диван, какая. Тисун. Ну, Миша, сразу почему-то не приходит в голову. А теперь самое сложное, друзья. Теперь... Теперь две блондинки. Теперь две блондинки против Майка Войса. Ну, мои хорошие, вот и дождался я. Так, только давай вместе прям реально заморочим ему голову. Готовы? Мишка, ты готов? Я готов к двум блондинкам, всегда. Давайте-ка. Итак, три, два, один, начали. Ну, смотри, ты каждый день просыпаешься, и там, значит, может быть, лежать твоя девушка. Бывает нарезной, с добы, бывает нарезной, белый. Это есть подушка, есть простынь, есть... Есть очистка, а есть тоже... Адельяло? Да. А есть толстая сосиска. Ассамбелька? А есть то, что ты носишь зимой по снегу, но это не сапог. Когда идет дождь, мы берем с собой из дома, которые раскрывают. Я не хочу угадывать, хочу послушать. Так хорошо. Но это не лапти, что-то из стародревнего, из старославянского. Это неважно. Еще девушки в крещенский вечерок гадают, и... Марио, хорошая, классно. Говори это. Да я думаю, что я слушал, мне так нравилось ваше щебетание. Напротив меня, вы, слышите, я подчислился подишахом. Я сидел здесь, на вот этом кресле пластиком. Вы что-то... И все, внимание, только для... Бу-бу-бу, у меня так хорошо. Миша, это было валенок. Да это я. Как я и говорю, я не так объясняла это слово. Надо было сказать, что... Зам был несчастливым. Несчастливым ни в один, ни в другой раз. Кать, ну на самом деле, вот такие актерские тренинги, этот или другой какой-то, они помогают актеру, не знаю, раскрепоститься, какие-то новые качества себе выявить? Ну-ка. Вот какой у тебя... Или все-таки по старинке 50 грамм коньяка? 50 грамм коньяка, это очень опасно, мне кажется. Перед ролью, да? Особенно, когда, ну, что-то такое серьезное, большое, драматическое, или это сложный спектакль технический, как бы здесь ни у кого не возникает такого желания, потому что ты понимаешь, что ты можешь куда-нибудь упасть, провалиться или просто не сыграть. И вообще к профессии нужно относиться с уважением. Как мне кажется? Не пить коньяк. Я пробовала один раз. Подожди, а ты как-то перед ролью... Я потом на звучание смотрела, не буду вам рассказывать, в каком фильме я... Мы потом сами проведем расследование. В каком фильме я проводила этот эксперимент. И что же? И что? Ну, не то, не то. Ты была, не ты. Ну, скажи, ну, а как-то надо разогреваться перед ролью? Перед, не знаю, вхождением в кадр или же на сцену? Ты забыла носить тяжелые пребеты, понимаешь, чтобы не переиграть. Ну, это с утра, окей. А вот прям сразу же вот ты готовишься. Понятно, грим, костюм, это все ясно. Грим, костюм, обязательно какие-то речевые, скороговорки. Скороговорки, ну-ка, например. Быть тупа-губ, тупа-губенький бычок, кубика была губа, была тупа. Да. Как-то медленно ты сейчас это сказал. Намели мы на лимон лениво ловили, для меня ловили линя, ливи не меняли, так мило молили, туман и лимон манили меня. Ой, в туман и лимон манили мы вас, друзья. Я попробую пока это все произнести. И у меня на это есть песня. Вы пока послушайте, я потренируюсь. Страна ФМ. Если вы думали, что мы тут разошлись, вот знаете, как-то поссорились после игры в карты. Нет, все здесь. Екатерина Рохотова. Раз. Маш новая. Два. Ну и ваш покорный шпорт. Майк Войс Терри, друзья. Я, честно говоря, хотел бы акцентировать, очень хотел бы акцентировать внимание на самом главном на нашем с тобой гостеприимстве. То есть была следующая сцена в начале нашего эфира. Это фильм не про проводника поезда. Да, хорошо, и погнали. Ну тогда уж расскажи про что фильм. Как? Что? То есть чтобы мы были готовы, чтобы мы были подготовленными зрителями 29 ноября. Конечно. А то вдруг купим билеты, рассчитываем на мелодраму, а там... Я играю «Призрака». И для меня это было, конечно... Меня очень долго не утверждали, честно вам скажу. И мне назначили пробы на следующий день после моего дня рождения. И я уже позвала гостей, ко мне приезжали подружки. У нас была пижамная вечеринка. И на 9 утра мне поставили пробы. Я говорю, ну я не могу. И ты была в состоянии «Призрака» реально. Или как бы я могу, но не особо могу. Весь город был перекрыт. Я пришла туда пешком. Сыграть я в то утро я могла мало. И после этого меня сразу утвердили. А, выставляешь? Да. Сначала нашей задумкой было, что я буду играть невесту, которая погибла прямо на своей свадьбе. Но потом мы поняли, что фата и платья, они развиваются. У нас было очень много натурных съемок. То есть это не подходит. Значит, мы начали искать. Поэтому я в шортах. Мои шорты не развиваются. И мы отказались от темных волос. Я была в темном парике. Невеста с фатой. И я играю певицу, которая убила во время ее выступления микрофоном. Микрофоном? Да. Кать, скажи, а как ты к суевериям относишься? Нормально? Нет такого, что типа, вот я буду играть роли, потом как-то на жизнь перенесется? Мы снимали на кладбище. Я играла недавно в видении мертвую жену. Мертвую жену, главную герою, которая приходила к нему в видении. Я много снималась на кладбище. Но ты нормальная? Не, ну реально. Я перехоронила всех своих родителей. Господи, дай бог. Ты нормально к этому относишься? То есть есть такое разделение, это роль, окей, это отдельно, я это не переношу в жизнь. А здесь мое как бы единственное. Ну я же не могу влюбляться в каждого своего какого-то партнера, с которыми... Каждого, кого похоронила. Действительно. Так. Все-таки для кого фильм? Я все-таки и вас не отпущу от этого. Я хочу понять, кому идти. Фильм для молодежи. 16+, подожди, Катя же сказала. Нет, это фильм, я не знаю, сколько плюсов. А, это не этот фильм, это все, это спектакль. У нас эротический, у нас там все целуются. Мальчики, девочки, приходите. Пишка, пойдем посмотрим. Все как у нас в эфире, будешь так и что же. Фильм, да. Фильм, фильм, фильм. Так, проводник, вернемся. Фильм, он для молодого поколения, конечно, потому что это ужастик, это мистика. Мне кажется, вообще для каждого, кому интересно вот это все мистическое, странное, страшное, там много спецэффектов, я думаю, что это очень интересно. Тебе самой какой вообще, в принципе, близок жанр? Ну вот так, пошли с ней. Я люблю комедии. Все-таки комедии. То есть между там мистикой, триллером... Через силу, через силу ты послал мне. Ну а что, есть у нас сопротивление, правильно? Мне очень интересно поработать в новом жанре, конечно, мне очень интересно, потому что в драматических каких-то фильмах я как высокая блондинка играю всегда каких-то нехороших женщин, которые уводят мужей. Современных женщин, да. Современных, да. Современных, да. А здесь у меня была возможность сыграть абсолютно другую роль и прикоснуться, ну совсем, вот прям совсем к другому. Ну скажи, а есть место все-таки, вот ты говоришь, все время там постоянно играю, ну практически девушек одного там, одной роли, одного амплуа. Вот есть какое-то клише, которое приклеивается к актрисе, и потом реально очень сложно с ним распрощаться. Вы знаете, меня не берут на военные картины. Мне говорят, что у меня не русское лицо. Вот у нас там в Саратии, откуда я как-то интересуюсь. Одни иностранцы. Да, у меня не русское лицо и не русская внешность. Ну да, может быть, мне проще будет сыграть немецкую... Да, я же хотел сказать, только наоборот, может быть, там другая сторона еще была в военных фильмах. Ну, кстати, мне кажется, так черная форма пошла бы, а. С моей русской внешностью. Да, и такой, да, вот взгляд ты сделал сейчас такой пронзительный. Да, вот это я-я-я. Мишка сейчас выпадет со стола. Это другие фильмы. Все, ребят, я выйду сейчас из этой студии оставлю. Ну, круто, а вот скажи, пожалуйста, ты снимаешься как актериса, а есть у тебя топ, не знаю, три самые твои любимые киноленты, которые вот на все вообще времена... Давай-ка. После Призрака. Шесть с половиной. Педро Альмадовар. Ой, подождите, Феллини. Феллини, естественно. Педро Альмадовар. Тело, по-моему, да, называется, где оказывается, что... Допустим, я ищу знакомые звуки дальше. И топ-3, не знаю, я много люблю кино. Ну, и, естественно, проводник, да, друзья? Который сейчас как раз... Замыкает тройку. Замыкает тройку, да-да-да. Я еще сама не видела фильм, поэтому... Ты не видела после монтажа? Нет, я не видела фильм. Подожди, ты пойдешь на премьеру и впервые? Во вторник я посмотрю фильм. А где, кстати, премьера? Это круто, это круто. Вот у меня есть два дня, чтобы сбежать из этой страны, случая чего-то. Где премьера будет проходить? Премьера будет проходить в кинотеатре «Океане». Так. Вот, да. А через два дня покажет зрителям, так что на нашей группе есть два дня, чтобы... А на премьеру попасть нельзя? Ну, так что, взять, прийти, купить билет? Нет, на премьеру попасть нельзя, это закрытое все это по приглашению. Только по приглашению я. По приглашению. Самые сливки, самый свежак, все, что сейчас происходит у тебя в жизни. Поэтому, друзья, если вдруг вы ненароком забудьте, какого числа премьера, какого вообще фильма премьера и так далее, то заходите в Инстаграм Кате. Вот так делаю это я сразу. Как тебя найти? Давай про рекламу. Катя Рокотова через нижнее подчеркивание. Да. Катя Рокотова. Катя, а, да, нижнее подчеркивание Рокотова. Расскажи, ты сама ведешь свой профиль? Потому что сейчас очень многие артисты как-то делегируют. Я сама веду, да, как-то... Находишь время на это? Нахожу. Много вообще времени отнимают в Инстаграм? Музу, я жду музу. А, ты жжешь музу? Она приходит ко мне не каждый день. Писать что-то пустое или выставлять просто картинки мне не хочется. Я делаю посты только тогда, когда мне действительно навеяло или есть настроение, или есть чем поделиться. У тебя здесь очень-очень красивые фото, 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 а вот видео почему-то мало. Почему? Ты свои работы не выкладываешь в соцсети? Сегодня в 7 часов я обязательно выложу видео. У меня все по графику, все распланировано. В 7 часов? В 7 часов вот выйду от вас и выложу... Мне кажется, Катя тоже знает, что такое СММ-планер, понимаешь? У меня так же все по графику. В 7 часов отстреливает, понимаешь? Выложу трейлер, да, фильмопроводник. О, круто. А потом, когда появится уже ссылочка на наш эфир, то я думаю, что, да, ролик с нашего прямого эфира тоже появится. Что дальше? Самый главный вопрос, который мы задаем всем творческим нашим гостям, что же дальше? И завтра на работу? Что дальше? Нет, ну а в планах, реально. То есть в нашей стране покорять или же все-таки туда, к чабок? Нет, туда, к чабок мне пока не очень хочется. У меня есть чем заняться здесь. И я очень люблю Россию. Очень мне здесь нравится, очень мне здесь комфортно. Мы все такие трудные, угрюмые. У нас постоянно дождь, снег. Я вообще очень жду зиму, Новый год. Это вот мое самое любимое время. Да, сказка, сказка. Мы тоже этого очень ждем с Машей Новый. Новый год, декабрь. Самый жаркий период в жизни. Ура, друзья. Давай теперь перейдем к самому жаркому этапу нашей программы. Это Блиц-опрос. Ударим улыбкой по трудностям и угрюмым лицам в студии. Итак, Блиц-опрос. Так как думать не надо сразу. Можно меня не бить, пожалуйста. Нет, нет, у меня плохо получается думать. Все, Катя, прямо выстреливаем. Катя, выстреливаем. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором это? Радость. Отлично. Если бы сейчас, Катя, был 2018 год, что бы ты делала? Вышивала. А ты 2018? Летела бы на космическом корабле. Вышивать куда-то, когда ты будешь такой же креативной, умной, но уже старой девушкой. Что ты скажешь своим праправнукам? Живите честно и любите этот мир. Если бы не юмор, ты бы сейчас. Не было бы сейчас у нас Катей в гостях, понимаешь? Друзья, спасибо за эфири. Катерина Рокотова сегодня была в гостях. Живите с улыбкой и идите по жизни с ней же. У-у-у, пока. Спасибо.